В августе-сентябре 1922 года, ровно сто лет назад, коллекционер, генерал в отставке, юрист, поэт, писатель Александр Жиркевич передал в Симбирский художественный музей свою коллекцию. Теперь её небольшую часть подлинных работ художников с мировым именем можно увидеть на выставке для России и русского народа в музее Пластова. Коллекция состоит из сотен произведений живописи и графики русских и западноевропейских художников, фамильных портретов, предметов, связанных с именами видных деятелей русской культуры. Александр Владимирович собирал её около 40 лет. Расставался он с ней со слезами, естественно. Он привёз её из Вилины. Он собирал её долгие годы. Сам он из Вилины и вся его семья оттуда. И приехали они благодаря Первой мировой войне. Они были беженцы. Попали они в Симбирск, так как здесь жили родственники жены. Это двоюродный брат Павел Ильич Пузыревский. Художник Павел Пузыревский жил в Симбирске с 1890 года. И по его предложению Жиркевичи переместились в город на Волге, бежав от ужасов Первой мировой войны. В Симбирске Александр Владимирович Жиркевич был вхож в круг художников. Он знал и Дмитрия Ивановича Архангельского. Знал и лично, ценил его очень за душу, его необычайную светлую. Естественно, понимая то, насколько он интересный акварелист, замечательный педагог. Знал он и его ученика Аркадия Пластова. Очень объективно его оценивал в своих дневниках. Говорил о его непростом характере и о большой одарённости. По словам искусствоведа, Жиркевич рассмотрел художественную жизнь города и записал её в своих дневниках. Он был одним из первых историков художественной культуры нашего края начала 20 века. В эпицентре этой экспозиции находится крупный рисунок Ильи Ефимовича Репина, который называется «Благословение детей». Он связан с семейной историей, с семейной трагедией Александра Владимировича Жиркевича и его жены Екатерины Константиновны. Их сын, третий сын, маленький Боря, умер младенцем. И для того, чтобы поддержать семью в эту трудную минуту, Илья Ефимович Репин, с которым Александр Владимирович дружил на протяжении долгих лет, подарил этот рисунок семье Жиркевича в 1897 году. Всего в семье Жиркевича было семеро детей, в живых остались только три дочери. На выставке представлено 37 произведений, но это все шедевры. Это работы Репина, Шишкина, Васильева, Лагория, Боголюбова, Маковского, очень известных русских художников второй половины XIX века, которыми бы гордился любой музей. Александр Владимирович Жиркевич не был склонен продавать эту коллекцию, но жизнь сложилась так, что он вынужден был это сделать. За небольшую символическую плату он передал эту коллекцию Симбирскому губисполкому. Эта плата была соответственно проезду из Симбирска в его родной Вирино. Только лишь сего. Фраз для России русского народа, которая послужила названием выставки, Жиркевич поставил в начале описи своего собрания во время его передачи музею. Конечно, плата не соответствовала тем ценностям, которые он передал. Как считают сотрудники музея, Симбирску в то время, да и сейчас, Ульяновскому художественному музею повезло. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.